Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом нового путешествия я хочу, как обычно, поблагодарить всех спонсоров на своем канале за вашу месячную поддержку. Спасибо, ребята! Ну а сегодня наше путешествие отправится на известные планетарные системы. Кто смотрел фильм Чужой, Чужие, Чужой Завет, Прометей на планеты под названием LV-223. Я надеюсь и думаю, что многие из вас смотрели фильм Прометей, потому что отсылка этого видео, этого путешествия будет к данному фильму. Посмотрите. Перед нами планета LV-223, которая является спутником газового гиганта планеты Колпамос. Кстати, на канале есть где-то у меня видосик в плейлистах Space Engine, посвященный планете Чужих LV-426. Вроде бы так. Если кому интересно, можете посмотреть, поискать. Обратите внимание, вот он тот самый корабль Прометей. Прометей это исследовательский космический корабль компании Вейланд Корпорэйшн, который фигурирует в одноименном фильме. Этот космический корабль является наиболее важным проектом Вейланд Корпорэйшн. Вейланд назвал корабль в честь великого титана Прометея, который дал человечеству огонь. Миссия данного корабля была заключена в том, чтобы разыскать источник происхождения человека, где бы он не был. Ну и в принципе, насколько мы знаем, экипаж фильма нашел через несколько сотен лет и прилетел на планету LV-223. Скажу так, что в принципе мы с вами рассмотрим корабль и спустимся на поверхность LV-223. Что можно сказать по кораблю? Корабль достаточно достоверно проработан, модель очень качественная, соответствует тому, что мы видели на фотографиях, на концепт-артах, видели с вами в одноименном фильме. Вот здесь экипаж Прометея сделал свое большое и длинное путешествие, где они встретили космических жокеев, которые создали человечество. Так, ну что же, давайте попробуем сейчас рассмотреть его, наверное, внутри. Вот она, кабина управления. Так, ну что же, наверное, пора нам с вами взять управление данного корабля. Берем управление. Наверное, можно запустить тайминг. Чуть-чуть я его сделаю пониже, чтобы нам не улететь вообще куда-нибудь в открытый космос. Так, ну что же, давайте приступим к осмотру. Отправляемся прямо-таки в кабину. В кабину пилотов-астронавтов. Невероятно, но сделано очень качественно. Посмотрите, все вот эти данные на приборной панели соответствуют так же, как мы их видели с вами в фильме. Невероятно здорово. Ох, представляю себя сейчас главным героем в фильме. Здесь, кстати, есть множество видов. Здесь есть также главный пульт управления. Так, это мы с Зарием где-то. А, вот здесь, наверное, скорее всего, все главные герои собирались возле командного пункта и рассматривали ту самую систему ЛВ-223. Жалко, что нельзя просто прогуляться по космическому кораблю, пройтись, да? Так, здесь галактика Млечный Путь. Обозначены все системы, возможно, на которых экипаж Прометея смог бы найти жизнь. Ну и последний вид, как обычно, мы берем управление от третьего лица. Ну что же, давайте, наверное, приступим к посадке на поверхность ЛВ-223 и пролетим над его поверхностью. Конечно, космический корабль Жакеев мы с вами вряд ли увидим, но было бы здорово посмотреть его. Кстати, ссылочка на данный мод будет в описании, как всегда. Подпишитесь и все сами увидите, рассмотрите и поиграете. Ну что же, опускаемся на поверхность планеты. Добро пожаловать на борт. Мы над поверхностью планеты, вернее, спутника ЛВ-223. Жаль, конечно, что мы не можем повернуть голову влево или вправо и рассмотреть все красоты данного спутника. Наверное, сейчас мы находимся именно над тем местом, где совершил свою посадку экипаж Прометея. Насколько мы помним, что в фильме погода на планете как бы была не очень. Бури, ураганы. Но в данном месте, именно в этом районе, сейчас спокойно. Да, ну мы, конечно, с вами могли обратить внимание в начале видео. Видели какие-то большие ураганы, грозовые фронта на планете. Состав атмосферы данной Луны соответствует, что и в фильме. Это СО2. Да, здесь нету кислорода. И именно отсюда как бы началась по задумке фильма вся трилогия фильма «Прометей и Чужой». Конечно, есть кое-какие нестыковки. Это планета ЛВ-223 и планета ЛВ-426 фильма «Чужой». Вроде бы как планета ЛВ-223. Это приквел Прометея. То есть отсюда все началось. Но каким-то образом во Вселенной Чужих все происходит на ЛВ-426. Потому что как бы корабль Жакеев в конце фильма разбился именно на ЛВ-223. И в фильме «Чужой» первая часть Сигурни Уивер астронавты находят разбившийся космический корабль Жакеев на 426. Но вот она несостыковка. Ведь все происходило на ЛВ-223. И плюс ко всему нестыковка времен. Ну да бог с ним. Самое главное, мы с вами взяли управление легендарного корабля. Дорогостоящего корабля самого Питера Уэйланда. Невероятно здорово. Высота над поверхностью 6600. Начнем небольшой спуск, наверное, я так думаю. на планете такие же горные образования, если рассмотреть внимательно. Так, а вот самое главное, я забыл, как нам чуть-чуть камеру повернуть влево или вправо. Подождите секунду. Ведь я до этого как-то его, блин, разворачивал уже. Так, нет, ну это управление что-то. Я не припомню, как это делается. Так, ну это понятно. А, вот, то есть вот так, ну со стороны можно смотреть хорошо. Запускаем наш корабль. Вот тот самый газовый гигант Калпамос. Соответствует, конечно, и название. Давайте сейчас мы развернемся в его сторону. Планета Калпамос. Вся эта система находится ровно так же, что она и была в фильме. Отзета сетка. Здорово. Я хочу еще раз побывать в кабине пилота. Взять управление. Ну, конечно, не хватает для полного счастья, знаете, а вот, вот мы же с вами вот и развернулись. Не хватает для полного счастья людей, находящихся за штурвалом данного корабля. Это было бы, конечно, намного, блин, атмосфернее. Аккуратно. Так, хорошо. Я, кстати, вам говорил, да, то, что мы не можем с вами повернуть влево-вправо. Я забыл, что управление здесь нужно зажать колесиком мышки, и вот мы рассмотрим всю ту картинку, кабину данного корабля. Ну что же, сейчас мы посмотрим все виды, наверное. Здесь ничего интересного. А вот с командного пункта интересно было бы рассмотреть. Жалко, что мы с вами еще не можем видеть все жилые отсеки, где находились астронавты. Это было бы тоже классно, здорово, круто, да? Ну что же, наша команда Прометей опускается на поверхность планеты и ознакомится с космическими жокеями. А на этом я данное путешествие закончу. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте, в группу в Дискорд, все ссылки в описании. Всем пока, до новых встреч, и помните, что космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok